Добрый день, мои дорогие подписчики и гости моего канала «Изменив свою жизнь». Мои дорогие, сегодня мне поступил один вопрос, но я решила сразу ответить на него, потому что вопрос настолько правильный, и наверняка он кого-то интересует, и я почему-то подумала, почему я раньше не осветила это. Действительно, Зинаида задала моя подписчица мне такой вопрос, вот бывают ли у меня какие-то нарушения, замечаю ли, вернее, какие-то нарушения, мой организм сразу реагирует остановкой веса или прибавлением веса. Зина, спасибо за вопрос ваш, потому что действительно, надо было, наверное, давно на него ответить, я по себе знаю, за полтора года я уже это поняла. Если я нарушаю решение в интервале своего питания, у меня обязательно вес остановится и либо пойдет вверх. Вот это на сто процентов я за полтора года уже поняла. Это бывает редко, какие-то праздники, какие-то торжества, когда приходится нарушать режим. Режим. Я никогда, вот честно, положа руку на сердце, могу сказать, за полтора года в питании у меня нарушений не было. Я не скушала ничего недозволительного для кета. Единственные мои нарушения, это были, когда я нарушала режим. Допустим, я кушаю первый раз в четыре дня, а приходилось в 12 или в два какие-то мероприятия. И мой организм сразу на это реагировал. Либо вес останавливался, либо он на 100-200 грамм, но не на немного. Они потом уходили, но тем не менее он поднимался. И за полтора года я вот это могу точно сказать, но лично у меня организм вот так реагирует. Я не знаю, как может реагировать у вас, у меня вот на это реагирует. И вот то, что я по себе знаю, вот многие говорят, что кардионагрузки. У меня даже кардионагрузки так не влияют. Хотя свое упражнение, 5-минутное, я делаю каждый день. Я не отступаю, даже когда у нас не было, была самоизоляция, вернее, я делала его. Я понимала, что нагрузок мало. Поэтому вот, Зина, у меня вот такой для вас ответ, что вот на меня лично сильно влияет, если я нарушаю режим питания, если я, интервал вернее, да, вот это на меня влияет. Возможно, это как-то вам поможет, что, возможно, когда мы что-то нарушаем, тут идут изменения. Поэтому стараюсь этого не делать. А по питанию у меня нарушений не было никогда. Очень много девочек спрашивают у меня в одноклассниках, вернее, просят, что показывала все свои процедуры, а тогда я вот прямо, девчонки мои дорогие, мальчишки, показывать я буду, показывать буду с удовольствием. Мне не очень, честно говоря, хочется себя показывать в неприглядном виде, всегда хочется вам показываться в хорошем эстетической форме и так далее, да. И я показываю, вот я показывала вам в салоне, да, как делала боток для волос. Я не очень себя уютно чувствовала, потому что, во-первых, я ничего не видела, мне пришлось снять очки, и я неправильно смотрела на камеру, я не вижу без очков, к сожалению, да. И там намазанная голова, там и все. Ну, как-то мне не очень хочется, чтобы вы меня в таком виде видели, но снимать буду. Не так сейчас часто, но буду, мои дорогие, показывать буду, коли вам это интересно. Очень многие, это я понимаю, новички, опять же спрашивают, когда, как, каким способом я буду выходить с кето питания. Отвечаю, мои дорогие новички и гости моего канала. Никаким способом я выходить с кето не собираюсь. Как придерживалась кето питания, так я на нем и остаюсь. Очень многие спрашивают по поводу молочки. Отвечаю, из молочки очень-очень редко творог 18%, и сметана больше 20%, и жирные сливки больше 20%. То, что из молочки. Ну, если учитывать сыры, ну, сыры, ну, может, 30 грамм в день. И твердо я стараюсь свыше 45% жирности. Итак, вот такое сегодня мое коротенькое видео. Мои дорогие, пишите, задавайте свои вопросы. Помните, я отвечаю всем и всегда, даже с опозданием. Все мои дорогие гости, кто зашел, не подписан, не забудьте подписаться. И все мои дорогие, конечно, не пожалейте, поставьте лайк. А пока, пока-пока, мои дорогие.